ребят всем привет с вами макс канал red group сегодня мы пишем интересную библиотеку я сразу скажу что я не просто в джаваскрипте ну как бы ну я пишу до регулярно джески но не стоит меня позиционировать как сеньор джаваскрипт разработчик и в принципе никогда не работал в корпоративе я всегда с работой на себя как бы и поэтому я скажу так на любительском уровне да то есть я умею писать крупные проекты ну относительно крупно для меня вот и бизнес все мои бизнес-задачи эти проекты решают поэтому я считаю себя неплохим разработчиком вот поэтому хейтеры можете идти куда подальше да это я заранее сказал смотрите будем писать простую библиотеку да то есть ничего сложного не будет я вообще не пишу обычно библиотеки сейчас опять же появилась определенная бизнес-задача которую нужно решить я решил почему не решить его на видео и также я референсы прикреплю в наше хранилище на сайте html.ru если еще не видели то у нас есть хранилище там уже куча файлов под не под каждый ролик а под те ролики в которых я прикладывал какие-то референсы чтобы туда зайти нужно просто перейти html.ru slash storage в описании ссылочка вам нужно просто авторизоваться просто войти в систему и вас будет доступ соответственно тех кто не зарегистрирован доступа не будет вот да это я собираю такое знаете хранилище которое будет очень круто работать для любого разработчика и так какие у нас есть задачи знаете мы будем делать всплывающие notification это всплывающие уведомления и они будут немножко нестандартные все хочу чтобы они всплывали слева внизу я уже нашел дизайн на дрибл я сама не решил не отрисовывать кстати всем рекомендую сайт dribble вы можете на нем искать любые inspiration и любое вдохновение которое только захотите да там что-то не знаю как сделать как сверстать так далее нет вас дизайна просто можете посмотреть загуглить и так далее поэтому сейчас камеру немного под подвинуть что-то у меня как-то до сих пор висит еще здесь простыня вот но надеюсь потом как-нибудь куплю себе обои ой не обои а шторы или куда-нибудь перееду так вот ребят будут уведомления notification и они будут нескольких типов то есть я хочу сделать первое чтобы у меня там были подписка на социальные сети то есть вылетает показаны там социальные сети instagram youtube пронутье против подписаться такие иконочки красивенькие а второе чтобы к примеру всплывал уведомление о новом ролике то есть вышел новый ролик на канале я добавил допустим базу данных но это я потом уже буду делать это отдельно на на продакшене то есть сейчас мы это не будем разбирать то есть допустим вытягивать базы данных кидаю туда новый ролик запушил и вылетает новый ролик типа вот так же третье что я хотел бы сделать наверное какой-нибудь пол но типа как называется пол опрос опрос да но я пока не знаю что просто что это не так сейчас важно самом деле этот опрос сделать и ну короче не знаю ну и наверное сделаем что не такое просто контекст просто чтобы уведомить пользователя чем-то допустим там я на сайте идут тех работ допустим оп тех работ да могут быть ошибки так далее то есть три такие типа я сейчас для себя понял который мы будем мы будем делать дизайн уже нашел ну примерно дизайн опять же мы будем менять верстку потому что не получится точь-в-точь сделать да и под моей цели он не особо подходит а вот но нашел то что красиво смотрится это что можно будет использовать поэтому вот так ребят поэтому когда так давать начинать значит переходим в наш вискод по классике показываю вначале какая у меня тема тема стыдно вискод и просто все спрашивают под каждым роликом я каждый раз меня тему color them solarize dark и знать шрифт у меня стоит монолайза вот так называется все на этом вводная часть закончится теперь обзор макета вот макетики нашел красиво мне кажется прикольно выглядит вот эта штука может потом будет реализовать это уже отдельно будет история под до к примеру какие-то бонусные истории то есть я не знаю вас на сайте допустим есть бонусная система человек сделал оплату провел оплату у него такая выскочила уведомление типа ну там не знаю ну короче вы поняли то есть вам придавам добавить там 500 монеток допустим условно здесь же у нас зелененький green здесь у нас ошибка и так далее я правда не знаю то есть не особо это актуально для ошибок на обычном сайте почему потому что обычно заголовок не пишет спишь ну какой будет заголовок да условно вас ошибка и не знаю там человек не вел допустим адрес для доставки и вы здесь пишите просто текст типа вы не вы не вели адрес для доставки какой будет заголовок то есть каждый раз придумать новый заголовок как бы в этом смысла нет а поэтому я думаю это не особо здесь круто работает вот у меня нет никаких референсов типа там иконок и так далее я буду все же сам отрисовывать вот и как нибудь будем придумать как нам это все реализовать прикольно сделать сейчас сейчас я просто быстренько прикину так 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 давайте как сделаем давайте как за смотрите тут я не знаю часть чеку иконку ставить просто не хочется везде было все одинаково опять же короче наша задача написать библиотеку то есть и у нас будет уже входные какие-то аргументы которые мы будем можем менять уже в потенциале то есть мы можем здесь допустим потом ставить другую иконку и так далее поэтому сейчас не буду особо заморачиваться но хотелось бы чтобы цвет тоже менялся вот здесь на зелень какие-то иконки типа вот социальные сети допустим типа подпишись наши социальные сети здесь допустим здесь допустим и будет нельзя у нас вышло новое новый ролик на канале и тут будет какой-то типа там наил этого ролика человек нажала и он перешел сразу на youtube как бы это сделать или там наил до 100 мм конечно будет покруче смотреться и третье что этом говорил 3 просто какой-то текст до типа с кнопкой текст текст кнопка прозвут когда текст и кнопка хорошо давать начинает ребят обычно меня и индексы чтим а там gs и сисос так далее слушать я наверно даже сас подключу все таки саска будет проще сейчас верстать это все дело я думаю да давайте сас мы подключим потому что не хочется этим всем гемором заниматься честно говоря поэтому создадим новый фолдер напишем здесь сас так уведомление выключаем new файл main.sas далее мы что делаем я не знаю в нем что будет компили цели как хорошо поставили это пока чистим мы обычно куалу запустим чтобы легко компилить я правда каллы не работает смысле работаются нормально ты чё так и тут я на дектоп иду на project и на тифлип значит мы берем папку сас и и ее будем слушать да да main.sas значит автопрефикс nested пусть будет экспендед компакт посол чем так работать нет оп так компайл так чё не компилить нифига типа из душа файл уже есть или чё блин сейчас это удалю этот файл видимо ему не нравится что-то компайл еще раз до доступ давай ошибок много ошибок много ошибок до сакс с все все создался отлично место да есть еще expanded если мы скомпили мы посмотрим вот так да то есть он выглядит в чем разница ну да то есть он такой более расширенным а компакт ну компакт это скомпрессованы да и компресс это вообще не так важно и и и и и и и и и так а на выходе как нам получать на выходе я бы хотел минифици ну ладно это не так важно в принципе сас сейчас nested output стал так как-то префикс можно бак инфа сделать css advanced все ребята на 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 этом все да все все прикрываем сейчас проверим еще будет работать допустим там не знаю red да все работает все прекрасно работает все отрабатывает хорошо жалко не могу переименовать в мин ссс он будет ругаться потому что ксажи да сейчас попробуем и не бога в кали просто это делается а ну-ка давить он создает новый файл к сожалению к сожалению ну и ладно ребят нет не так важно сейчас мы мин мин ссс куала так смотрим так сейчас сейчас да сюда ссс калакон фиг чё вот тут мы можем да по идее сейчас смотрите можем выбрать и ссс мы мин мин ссс сработает да смотрите сработало сработало ребят теперь сохраняем да мы минусе все удаляем все заработало теперь в этом в индекс тмл подключаем уже минифицированный файл что так будет просто более правильный с точки зрения разработки хорошо дизайн чё по дизайну давайте начнем делать с вами просто реально так будет проще с ссс сделать так сейчас сейчас немножко определюсь давайте цвет во первых возьмем фоновый пик color вот такой вот здесь кота градиент идет да ну нам не столь важно градиент так в грант калором и меняем на вот этот отлично далее у нас у нее эффект во-первых градиент идет я не я не хочу запариться градиентом не в принципе достаточно будет если я просто и сделаю такого прозрачного стиля поэтому мы идем сюда и делаем саму отбили notification так notification давайте будем как назовем свою библиотеку у меня в библиотек называться red rg натив я думаю мы везде вам rg ставите перед групп и здесь напишем вот так rg red групп все так сделаем просто ну типа как блин как-то он убого смотрится честно говоря ладно это уже перебор какой-то хорошо в нем будет у нас rg так натив в нем в нем в нем в нем в нем так 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 ну два блока да будет левый правый то есть это rg left плюс rg right хорошо дали далее мы берем rg left у нас будет так мы тоже перенесем сюда что было удобно вот иконка какая-то будет то есть мы просто делаем имидж я потом будем подгружать сюда flat flat айкон погнали сейчас такой же чек возьмем потому что ну чтоб особо долго не думать и так далее вот это наверное возьмем стилистики как она будет немножко отличается там должна быть такой прям яркий яркий такой очень ярким ну с другой стороны мы цвет можем сейчас поменять в принципе да у меня здесь правда не не авторизована нифига да да из-за того что я в инкогнито зашел сейчас ладно сейчас ребят давай вот давайте тут сделаем так flat айкон значит чек вот это берем чек мне он понравился и я предлагаю детайкон сделать более такой яркий более ярким начнем сюда идем вот сюда пик пикнули да теперь идем сюда что это черная да там идет до черная даже может к этому прозрачену черного у нас будет черная это блин черный смотрится не тут это нужно вот этот хорошо так это чуть-чуть потемней да да вот так и что касаемо все таки до черного давайте мы прямо отсюда возьмем я понимаю что здесь скорее всего прозрачный то свитя такой фиолетовый неким но мы его возьмем к себе у нас в принципе будет все в таком стилистике так и идем сюда сюда и вставляем вот так да теперь другое делом так донод свит джим и крестик обязательно крестик нужно взять из этой же желательно из этой же истории так web and abs pack check it вот отлично 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 то что нужно прям ребят тоже так сказать прописали так идем сюда копируем а мы уже скопировали сюда заменяем тогда цвет и этот нужно сделать либо чуть потемнее либо чуть посветлее до чуть потемнете чтобы ну чтобы не так сильно вы для да вот так буквально да не нужно чтобы сильно выделялось нам такого вполне достаточно идем сюда дальше сюда и берем этот цвет красный так хорошего какой-то малиновый мне понравится и сюда берем и чуть-чуть вот так вот так да я думаю так все донладим опять же свит джи все погнали две иконки есть это хорошо идем сюда значит смотрите мы это копируем значит чекит сюда канцел блины не дотягиваюсь с помощью тропа сейчас об все вставили отлично хорошо можно их минифицировать в принципе это не так важно здесь просто кода реально но очень много лишнего сейчас свг мини фай мини фай но для быстроты работы просто это не так важно на на самом деле опыта на свит джи постам от так вставляем compare так так ну это понятно римов нет копируем просто копируем и вот со столь и хорошо так и cancel тоже сейчас быстренько видим то есть у нас было 500 байт стал 358 минут не так критично да но все-таки я рекомендую вам это делать по той просто причине что это просто быстро грузится это были зачем я скачиваю так вставляем все отлично хорошо ребят это музея монетку мы пока брать не будем я думаю монетка нам не нужна монетка нам не нужна так значит индекс html hg left так давайте закинем сюда начну здесь image и и чекит далее в правой части у нас что будет в правой части у нас будет значит один будет просто текст и мы все сделаем разные вариации да давайте сделаем просто текст с кнопкой да то есть просто контент батон вот таким образом вот таким образом здесь понятное дело мы пишем какой-нибудь контент сейчас возьмем лорем ипсу хотя мы на реальном примере данным бы писать нам очень важно нам очень важно важно ваша обратная связь просьба пройти опрос ниже вот так мы сделаем и тут крымка эта ссылка на опрос будет но это не особо важно да и таргет таргета желательно регулировать потому что таргет будет разным посмотрим так и перейти хорошо вот такую штуку мы сделали с вами это первый вариант да мы его частные на сверстаем а потом уже второй вариант бахнем давайте сверстаем быстренько или сразу же это сразу же второй вариант будет какой либо сделать две кнопки также то есть просто сделать одну youtube другой instagram к примеру до социальной сети что в принципе возможно или взять кинет интересные иконочки но как они будут смотреться и они будут мне кажется маленькими и некрасивыми наверное давайте в рапер баттон рг баттон да баттон сами по себе будет одинаково но здесь будет рг баттон youtube здесь будет рг баттон instagram да и instagram здесь примеру youtube youtube здесь типа инст инстаграм хорошо сохранили за сейвили так и то есть текст будет такой же да там ну поменяем текст а тут будет просто в рапер баттон хорошо блин разуме здесь переносится как-то некрасиво сейчас я проверю в обе скин я могу еще подвинуть чтоб не могу до подвинуть да и вы иначе вы уже не будете видеть ничего иначе моя аватарка будет закрывать так окей далее 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 это сделали даст тоже что за комментируем пока что временно блин слишком пестрый в этой теме комментарии в html прям джелтый прям очень выделяется так 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 чё еще и я еще хотел youtube типа youtube к он там там днел сделать правда не знаю здесь можно и и сделать в принципе и тайтл да дать промзил тайтл он будет повыше то есть надо этим то есть и случае с нас будет тайтл то у нас да мы делаем такую знать типа чтобы у нас был большой функционал получится реализовать или нет точнее успея по времени или нет rg тайтл какой-то будет тайтл типа новый ролик уже на канале вот так и и сам ролик да то есть он будет какой тут к примеру сделаем что-нибудь youtube какую-то картинку просто да как это будет выглядеть просто я пытаюсь понять как это будет выглядеть как-то будет выглядеть я пока не знаю далеко не там не возьмем у меня допустим до youtube так ряд групп там бнейл так да чё-нибудь и свеженько возьмем ну к примеру вот это да ярко очень мне кажется большой по размерам очень большая видите то есть очень очень огромный ну не суть нам главное проверить имидж и вот так вот сейчас огромная картинка да но это понятно все оно это должно быть как ссылка да то есть должна быть как ссылка и чрев там на на допустим я пока что просто пишу на youtube . com youtube.com опять же target бланк я не знаю насчет таргета то есть мы его на на везде будем я не знаю правда бланк не бланк делать ну youtube точно бланк как да хорошо чем это мы все так делаем все базовую разметку мы сделали теперь погнали писать саз значит мы тут кстати можем авторство указать да автор автор макс бушвел youtube 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 channel red group и и the best education the best так и здесь мы сделаем red group red group об об красиво все автор слонознатель идем дальше rg native чем ничего не подсказывает я что-то не так пишу что ты мне ругаешься и подсказывать ну это не так важно короче это мы закрываем смотрим сюда и делаем значит у нас во-первых border radius border radius 10 пикселей плюс-минус background color у нас идет как бы сейчас скажу грамм 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 0 0 точнее 255 255 255 255 и 255 и за 5 допустим ну или 4 все посмотрим паддинги по 10 к примеру к примеру да опять же даже не больше почему по 10 по 20 наверное да ну 20 слишком по 15 да далее 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 сейчас я просмотрю далее 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 дисплей flex понятное дело да и line items center то все это делаем по центру центр централизуем и just a content я не знаю спецбитвин будем делать я думаю нет наверное зачем или сделать между ними нет не будем я не будем делать просто мы идем дальше к rg left rg прошу прощения за микрофон дернул left а что подсказок нету обычно подсказки нет притер еще работает формат документ или притер ушел куда-то погулять это должен работать не подсказывает вообще ничего хотя до этого писал все подсказывал ну короче не знаю и тут имидж max vis 40 пикселей много ну где-то я не знаю на один рим так не то по цвету мы не угадали ребят по цвету не угадали нужно было черный делать его уже как-то с ним работать до 0 3 что-то уже есть похоже так давайте сейчас что было больно для на позицию все-таки фиксы там расположим где и хотели позицию фиксы и left и где-то 20 где-то 12 где-то 12 вот там вот так сделаем но потом как обычно нужно больше ставить то есть 13 то есть 13 видите да это уведомление внизу блин в городе что-то так перейти ну смотрите прикольно смотрится да по дизайну чё чё по дизайну а не свет видим цену белую у нас должен быть все таки белый и все таки белые это на самом прикольно выглядит прикольно как бы так реализовать то такой плавный прям градиент вот ну хотя чё реализовать то это блин реализовать то нечего получается если так то подумать во-первых нужно перемены кстати назначена у нас есть переменная так так green green также перемен назначается я реально уже очень давно этим занимался так и red до красным в случае ошибки потом можно будет инфа еще добавить и так далее но это такое такой красный прям такой red pink мне прям очень нравится так и чё по цветам нам больше ничего цвета и ники не нужны цвета нет хорошо ммм градиент бахни наверно да ребят бэкграунд имидж тогда имидж лайнер лаи не ар градиент блин так пирс я просто не уверен ммм от какого цвета да то есть от грин до этого я просто как там ту райт вот так пишется ребят забыл забыл правда забыл так еще посмотрим мы как он пишется так бэкграунд имидж не работает что ли здесь без этих пишется сработало прекрасно прекрасно то что я хотел но как нам сделать здесь rgb rgb там ммм variable sas посмотрим что конвертик хекс то rgb так посмотрим что у нас здесь include но это не то слушайте это не то это это миксин он предлагает использовать да ммм а ммм ммм а ммм 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 и что там у нас было 05.05 а ммм что Да, что-то, ребят, проявляется, проявляется. Вот. Я просто думал, как-то, чтобы подходила она. Блин, колор немножко неподходящий, мне кажется. Блин, что-то он не подходит. Как-то по минималистичности смотрится, этот, блин, чек. Ну, это можно будет менять. А можно же какую-нибудь либо подключить, иконочную. И просто потом... Ладно, давайте пока оставим. Давайте еще поиграем сейчас. Ну, нет, сильно уходит в зеленую. Давайте 0.5 оставим. Все, на этом мы пока что возьмем паузу. Так, тоже можно, да? Да. Хорошо. Только, опять же, тут понятное дело green, но в случае, если у нас будет error, нам нужно будет прописать отдельно. То есть, rg. Натив. Error. Так. Значит, здесь red. Да, теперь краснота. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, все, это мы убираем. Мне кажется, прекрасно получается. Пам-па-рам-пам-пам. Значит, значит, значит. Я бы хотел назначить ему какой-то max-vis, потому что он слишком, получается, у нас огромный. Ну, 350 максимум. 350 максимум. Да? Такой, типа, вылетает. Да, да. Я думаю, такой вполне, вполне себе. Далее. Что касаемо кнопки. rg. button. rg button. И, опять же, color тоже будет отличаться у нас. А он будет отличаться, исходя из вот этой истории. Да? То есть, будет такой. Обычно у нас идет какой button? Ну, типа, background, там не было button, да? Никакого, абсолютно. Ну, окей. Background color у нас идет, этот вот, green. Может, затемнить немного, я сейчас не знаю. Color FFF. Как он будет выглядеть? Ну, яркий, да? Блин, какой-то этот не такой, мне кажется. Сейчас. Ой, не то открыл, ребят, извиняюсь. Не то. Так, давайте возьмем еще раз. Цвет отличается он или нет? Нет, то же самое, то же самое. Так, text decoration on. Дальше, паддинги по 10, ой, то есть, по 8, по 15. Вот так я сделаю. Да, border, radius, сделаю 5 пикселей. Небольшое, буквально. Блин, color я не знаю, ребят, может быть, черный сделать. Ну, черный слишком, единички можешь поставить. Да, прям красиво, прям красиво. И box shadow я хочу ему сделать. Такой немножечко, немножечко красоты. 6 пикселей RGB. Сюда хочу кинуть наш, опять же, green. И через запятую, к примеру, там, 5, допустим. Это прям сильное свечение. Блин, мне кажется, это же сильное свечение, нет? Хотя, ладно, давайте оставим. Я просто хотел через transition еще, transition, сделать большее свечение. Значит, box, box shadow, точка 4s, easy, easy in. По-моему, весь код сломался, ребят, он перестал мне вообще что-либо подсказывать. Как бы это не было печально, да? И box shadow, короче, мы его скопируем просто, сюда вставим, подправим и здесь делаем, там, ну, 7, ну, блин, 8 хотя бы, да, чтобы было как-то заметно. Видео, подсвечивается, подсвечивается, красиво уже получается. Блин, тут все-таки 45, допустим, хочу. Марджин топ где-то 0.8 RAM. Не делается, потому что это дисплей inline-блок должен быть. Угу. Хорошо. Даже 7 нам хватит. Так, и все-таки у него высота не нравится, я бы хотел все-таки пусть он будет 6 и более вытянутый. Я думаю, да. Наводим, да, и типа такой всплывает. Неплохо смотрится, неплохо объективно. Ну, блин, все-таки, нет, переборщил, переборщил. Слишком бросается, да, а вот так? Да, вот так красиво. Здесь 107. Окей, пока что хватит. Пока что хватит, пока пойдет. И сюда же, значит, мы прописываем, если у нас rg-native-error, у него есть rg-button, и у него будут вот эти места, у него будут абсолютно другие. Так. Вот так, red. Так, так, red. Все. Сохраняем. И если мы, допустим, сейчас пропишем, опять же, rg-native-error, то все меняется. Красота, красота. Возвращаем назад. Прекрасно. Я считаю, что это прекрасно. Что мы делаем дальше? Что мы делаем дальше? Дальше у нас идет текст, да, он здесь жирненький. Он явно здесь жирненький. rg-native fv500. Есть такой у нас? 500, по-моему, не подключена, да? Что у нас есть там? А, в main sas. Да, 500-ки нету, а ее, по-моему, там и не было. Не знаю, почему это кажется. Что-то мне кажется, что ее там и не было. Не, наверное, ее там не было. Сейчас. Saurus, SANS, Pro, Google, Fond. Мне кажется, ребята, ее там и не было. Да, да. Там только 600-ка была. Поэтому давайте 600 пропишем. Блин, жирненько получается. Я даже не знаю, что делать. Жирненько. Блин. Блин, просто смотрите, если в таком стиле мы делаем, нужно менять иконку по-любому. Я думаю, все-таки приближается к тому, что мы сейчас подключим айконпак какой-нибудь и из него уже будет все это дело исходить. Я думаю, да. Но ролик уже нам очень важен, что обратно в связь. Так, а вот эту историю мы... А, ну, RG Title, конечно же, мы делаем сейчас 100% RG Title. Мы делаем фонтвейс 600, 100%. Вот. И по фонтсайзу будет чуть побольше, то есть 18. Да? Тот же 16 по дефолту, да. Вот. Красота, красота. Все. Теперь. Теперь, 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 теперь. Все-таки иконка нужно будет менять. Нужно будет менять иконку. Мы с вами еще не обработали YouTube кнопки. Давайте сначала обработаем YouTube кнопки или сначала иконки. Так. Иконпак. Хм, можем иконпак подключить. Икон... Мне, блин, иконпак. Мне нравится бокс шаду, но... Ой, ка бокс шаду. Блин, бокс айконс, по-моему, да, он называется. Иконпак CDN. Ремикс айконку там. Там, где будет много иконок. Все-таки бокс айкон, там мало иконок. Фонт awesome, таблер. Так. Ремикс айкон, вот он, физер. Так. Стильный, стильный нужно. Опа. Мне такие нравятся. Айконейт. Что-то такие материалы... Нам вот такие пойдут, мне кажется. Блин, они тоненькие такие, тоненькие все, получается. Ну, с другой стороны, мы стиль делаем тоненький. Давайте попробуем кастомайс и экспорт. Бордер. Ой, как круто. Можем бордер менять. Блин, это вообще шикарно. Ковы, так. Ой, как все красиво-то, я даже не знаю. Ковыр. Ковыр. Ну, это прям вопрос. Сейчас смотрим, да? И выбираем. Так, это понятно. А... Консидентка, что-нибудь такое есть? git npm install, build. Что у нас получилось? Инлайн, да, есть? Их не так много, кстати говоря, да? Но при этом... Красивые иконки, красивые. А вот они все и есть, да, у нас здесь? Слушайте, вроде бы красиво, но это немножко не то, что я хотел. Импорт. Тут что у нас? Тут тоже красивые иконки. Как нам это все подключить? Тут прям их очень много, правда говоря. Как его нам приконнектить? Берем иконку дальше. А, качаем, да, я просто? Мне нравится, да, это все. А как нам... Давайте развернем. А, вот. Get Started, погнали. Так, Basic Usage. Копии с VG, понятно. Угу. Угу. Сиденка есть. Прошу прощения, ребят. И сайзинг даже есть. Интересно, интересно. Угу. Угу. Так. Можем просто качнуть CSS и его импортировать. Просто вот так вот. Раз, два, три. Можем так сделать? Ons, icons. Icons. Это понятно. Это иконки. Окей. Пакет JSON. Так, я не совсем понимаю, где у них лежат вообще... То есть, минифицированный файл. Там же нужен минифицированный файл. Так. дождите он афонс тут а у него просто сс есть он то есть не свернутый окей знаете как мы все сделаем вернем не не вернем когда нужно будет короче мы делаем следующим образом вот так об так сейф ас хранили теперь давайте мы css to min css да мы все дело закинем сейчас input как загрузить не когда здесь у меня перемешалось так копирайты выберем что-то место не занимало один будет брать и дембут брать шрифты их нужно закачать да будет так дон сейф сюда кидаем минифайм копия значит css new файл как он там называется ремикс ремикс айконс . мин . из стакса закинем сразу как это форматируешь тут нечего форматировать зачем ты это делаешь не надо ничего форматировать успокойся все да здесь теперь мы его импортируем так импорт так может быть и динку но просто не хочется так сюда с с мэн мин css работает так и допустим мы хотим иконку протестить скрываем это так допустим идем сюда 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 копим копим не работа да сама иконка у нас приконнектилась непонятно просмотр в биплэйч сурс мэн мин css так в смысле что делаю какую-то дичь ребят сделал ремикс вот он я думаю здесь можно стоит расширение не надо поставить решение работаешь да но сам самих сами фонтане подгрузили сейчас мы их подгрузим фонта у нас идут тут и вот они в принципе все так давайте мы сюда download zip разархивируем это все дело сюда идем и он у меня откуда берет час фонта сейчас ремикс айконс так фонфейт прям прям из из этой папки да он берет хорошо так 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 закинули все закрываем должно все заработать обновляем да все заработало шикарно все пак у нас подключен то есть теперь можем в любой момент что-то поменять и все будет работа так давайте чек чек по чеку да есть просто чек есть дабл чек но в чем разница речек лайн как фил разный да типа давай такой попробуем так сюда идем 3 чек пил так 3 чек лайн одно и то же по-моему ладно хорошо теперь у нас и иная структура получается так 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 рг тайтл теперь здесь у нас будет сразу же тут будет у нас рг айкон и вот rg айкон мы будем сейчас отдельно работать с ним убираем это у нас shift то есть мы делаем фонсайз 20 пикселей смотрим больше нужно дать это 40 так слишком много стыке 30 канунда да да сон как бы работает но это не то что нам нужно color будет у него такой color такой и сделаем так чтобы при ошибке вот тут rg айкон был у нас color обязательно red красный так . случайно поставил окей еще раз проверяем rg native error красная красная шикарно все это мы будем менять это мы будем менять это все у нас работает хорошо что у нас здесь еще не подходит цвет текста да он слишком во первых заголовок должен быть обязательно зеленым заголовок должен быть зеленым rg title так тайтл опять же color green но здесь он будет color вот так вот так хорошо цвет текста отличается он у нас такой немного прозрачный но мы просто отсюда возьмем пипеточкой нам этого достаточно будет и color мы где его прописывали где то вот тут нет мы у всего да прописываем давайте мы сейчас пропишем color здесь вообще тут body неправильно с body работать потому что это библиотека и он не должен никак мешать допустим человеку да который будет вот так сюда color тоже сюда так так какой то не 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 очень не очень не очень короче color fff но но опасити у rg 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 native rg right и rg content у нас должен быть здесь опасити точка 8 ну так да такой чуть притушены чуть-чуть притушен семерочка да будет надо да хотя 75 75 оставляем прекрасно что казалось бы неплохо да у нас идет margin top давайте там это время ну немного да хочу прописать не ну это прям перебор троечка единичка ну там чуть-чуть просто хочу отступ взял да и все таки я хочу разе как-то их разъединить то сделать здесь строгий вис там 25 процентов а здесь вис получается 74 путь будет процента что-то я переборщил конечно ну здесь просто остаток будет да я думаю здесь нет смысла писать ничем угу так что здесь получается у него какая-то была более приплюснутая у нас она слишком разъехалась по сторонам у нас к тому же кнопка есть вот чем прикол то есть если мы кнопку убираем то у нас бы то все нормально а у нас кнопка она будет не не всегда вот именно с этим в этом в этом понимании то есть у нас кнопки если мы скрываем кнопку нас тайтла не будет так а кнопка будет тайтла не будет вот это да все хорошо получается поэтому не беспокоимся все в принципе окей так значит дальше мы это все скрываем и раскрываем давайте вот это раскроем сейчас youtube там бнею так youtube там бнею так подожди обращаемся к картинке к самой так картинка ты можешь успокоить а там еще были там не получается картинки обратиться на прямо там еще идет ссылка были на вообще некрасиво смотрится честно говоря как бы мы создаем это все округлим я понимаю да что мы сделаем здесь overflow hidden плюс бордер радиус сделаем то ну тот же 10 пикселей все равно в лохи да не работа почему-то почему-то не работаешь она пошел огромный он огромный куда-то там ну тут можно тогда сделать вот так это же 57 минут идет ролик а мы еще даже не приступили к написанцам в библиотеке до сих пор у нас идет только стиле но мы хочешь заканчиваем смотрите что придумал так я придумал взять то же самое что у эргабата на и применить просто сюда вот потому что почему бы нет почему бы нет и только при наведении то есть вот так сейчас секунду вот так все видим такая небольшая подсветка наводим и нету транзишна потому что мы забыли взять транзишн 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 где он я потерял либо транзишн вот он хорошо теперь наводим да и плавненько появляется да все круто работает так теперь я бы счет стоп сделал небольшой вот тут можно прямо сделать и margin top 1.7 рем допустим ну как бы это большой слишком 04 новый ролик уже на канале мне честно говоря не нравится может быть два ролика всунуть потому что мне кажется два ролика будет круто смотреться и мы значит что были мы забыли сделать иконку закрытия там ее не было но мы сделаем для того чтобы человека нажимал у него в local storage мы будем хранить соответственно закрытие этого notification а и потом он я проверку если как бы ну сами поняли так кофе уже не пьется так вот ребят поэтому не забудем сейчас сделать давайте сделаем 2 потому что 2 бы смотреться круто 2 круто бы смотреться дайте так сделаем и другой посту другую картинку так youtube так red group так и давать что-нибудь из такого так манга дебе так поставим до 2 причем не сразу рядом стоят и это хорошо это очень хорошо соответственно если у нас первый сейчас так 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 если у нас first child то мы ему сделаем margin right . 4 так можно просто до раскрыть все я думаю чуть чуть побольше буквально там капелюшечку да вот и по дефолт на носике двоечку поставим да теперь у нас наводим и все прекрасно работает я не знаю насчет тайтла то есть тайтл может быть здесь сделать все таки он должен быть здесь такой более строгий а то есть я имею ввиду белый да слушайте меня здесь больше белый подойдет и мы сделаем rg title и сделаем если он у нас white white то мы сделаем color white вот так и тогда сделаем опасти какой там у нас был точка 8 пусть будет и допустим мы там в этом случае сделаем white хорошо да вот теперь мне нравится и иконку соответственно поменяют на другую культу но это потом сделаем уже то секунду будет тоже другая и можно и цветы тоже поменять будет я думаю вот поэтому делаем все по красоте делается по красоте мне нравится мне объективно нравится и выглядит неплохо то есть все новые ролики можем кликнуть и нас перекинет туда или можем же сделать прям в magnifique попап всплывающее окно можно сделать можно сделать чтобы человеку проще было но это уже будет не совсем библиотека как как такова да наверно сейчас давайте наверно сделаем как называется fancy fancy так проще скриптом его коннектим быстренько через сидянки так 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 а чего не куда вставить а что-то я не могу понять у нас здесь еще ничего не стоит что ли ни один скрипт не подключен что ли даже прекрасно хорошо и теперь давайте сюда перейдем дата фэнси бокс сейчас я вам покажу как это работает мы идем просто в документацию мы идем видео и вот у нас как легко все это интегрируется просто копируем и сюда вставляем никакой таргет нам жизнь больше не нужен так красиво красиво так об все то есть просто ссылку на ролик вкидываем и он ее будет сам показывать смотрим нажимаем всплывающее окно да и пошел и пошел какой-то ролик вот поэтому ребят все работает все работает так здесь опять ругается но ну это неважно это в принципе такого нету хорошо хорошо мы это сделали баттоны да забыли сделать сейчас баттон так все youtube там днем готова теперь баттоны осталось так здесь наверное комплектация будет без тайтла будет с этим и здесь будет написано что-то там будет написано короче делаем так и смотрим в рапер баттон в принципе они выглядят достаточно неплохо да я немножко подкорректирую то есть мы сделаем first child marginright.5rem да подальше подальше пусть будет выглядит все красиво мне нравится как оно все выглядит единственно единственно мы сделаем как где наш баттон смотрите баттон я хочу более более кастомизировать потому что разные цвета будут разные цвета и я бы хотел чтобы это все кастомизировалось поэтому мы сделаем во первых у нас будет сейчас red отдельно отдельно да сделаем просто red я думаю вот так мы возьмем сейчас вот так далее у нас будет отдельно green потом youtube да как там он назывался у нас войти да вот так возьмем прям youtube да сделаем можно войти и сократить в принципе хотя это не совсем правильно давайте rg red тут вернем и rg red rg войти пусть будет и rg инст так так и rg инст так rg войти здесь я бы хотел ржевом youtube и наверно сейчас посмотрим как красный будет смотреться красный прикольно кстати ну красный смотрите какой момент красный может быть ему нужно все таки сделать белый так раз мы смотреть идеально белый подходят поэтому сделаем белый сто процентов а здесь все таки войти я думаю youtube мы оставляем красный просто инстаграм нужно конь попал сделать еще не такое мне кажется color drop мне почему-то кажется не знаю поэтому мы так таковой youtube убираем здесь делаем просто purple purple потому что я не знаю почему-то инстаграм с этим ассоциируется у меня какой бы такой цвет ему выбрать вот такой какой-нибудь наверное да вот так 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 сейчас в отдельно переменную на вынесем purple purple так и здесь purple меняемся хорошо и тут тогда будет у нас rg red rg purple вот так да прикольно смотрите какую еще фичу сейчас понял что я хочу добавить какую еще фич хочу добавить сейчас я вам скажу так продолжаем смотрите я все сделал короче я перенес такую штуку это больше маркетинговая история то есть чтобы люди кликали да то есть смотрите у нас сейчас видите такая волна будет приятная оп такой как блеск проходит небольшого как я его сделал да то есть это я использую во многих проектах потому что это привлекает внимание человек хочет кликнуть смотрите здесь просто before здесь позиции позиции не вылазил за рамки потом я делал такой бэкграунд тут трансформский ну то есть и кейфрейм прописан ничего сложного здесь в принципе нет хорошо хорошо значит что мы делаем дальше а дальше мы в принципе ничего не делаем да у нас все уже готово и делать нам больше как бы нечего instagram давайте для полной картины напишем чтобы было так побольше все сюда так давайте с чего-нибудь начнем так и все надо все теперь мы так здесь смотрите я добавил класс rg animation да то есть и случае чего если нам нужно будет это аниматься то мы будем просто добавлять давайте теперь писать java script как мы это все будем делать с вами сейчас с вами будем разбираться значит смотрим 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 как мы это можем с вами написать как мы это можем написать сейчас я быстренько мы будем писать как я просто думаю создадим объект просто класс я думаю смысла нет что сделать зачем нужен класс и можно в объекте описать просто вопрос как это все будет работать опять же я пока не уверен пока не уверен и нужно сейчас подумать немного окей на тифе сейчас сейчас рг но тифе кейшн так погнали значит здесь мы создаем обычный объект значит у нас здесь будет во-первых шоу да то есть показать это метод это метод будет метод в который входит соответственно функция блин там как то не так или так ой по моему не так ребят сейчас сейчас вот так же да она описывается вот так по методу описывается что такое что будет делать шоу шоу сейчас мы сразу пропишем наверное мы будем брать во первых мы как то должны сейчас сюда значит найти сейчас сейчас давайте конст элемент get ой документ документ get как там блин query query selector да и потом мы получаем по селектору регонатив хорошо мы его получили этот элемент теперь мы здесь значит ему пишем изначально у нас будет транс сейчас да transform значит здесь почему transform translate да по-моему сейчас а ну это подождите да это translate по x получается да минус минус 300 пикселей так 4s и easy in out вот так скроется нет не скроется почему ты не скрываешься потому что потому что что-то не правильно написал у меня все время проблемы с этим транслейтом так по-моему да полностью он не уехал понятное дело потому что он под 350 да по размерам ну мы будем скрывать на 360 нет будет торчать на 400 будет торчать на 400 там больше еще у нас идут отступы смотрите и теперь когда просто у нас будет шоу то есть это сюда идем rg шоу почему пишу везде rg чтобы не было конфликтов в потенциале и здесь пишем transform translate здесь по нулям делаем простенькая анимация да но мы еще немножко еще доделаем мы сейчас доделаем мы еще ну давайте сейчас с разными да пропишем давайте еще опасти 0 здесь опасти 1 и здесь еще через запятую мы пропишем то же самое только для опасти так будет более красивый эффект хорошо теперь мы этому элементу когда мы говорим шоу мы берем элемент выберем класс лист и добавляем и добавляем сюда класс rg шоу если все правильно ребят понял как мы это все будем с вами запускать и так далее мы будем временно сейчас я пропишу window . rg notification ровно орган то чтобы мы могли глобально к нему обращаться и тут пока будем запускать rg notification так и мы у него берем класс шоу метод и запускаем оп вылетел хорошо хорошо он вылетел слишком быстро слишком быстро заметил вылетел он и давайте сразу сделаем еще хайт метод хайт он у нас будет ремувить так еще раз шоу появился да хайт скрыл хорошо шоу отлично но слишком нужно поплавнее не знаю хочется мне более плавно давайте пять секунд и этого будет достаточно так еще раз хайт шоу да теперь все более плавно и красиво отлично что мы делаем дальше кстати у нас фоном стало она понятно здесь прописал съезд уберу это а нормально все нормально так и вот туда кстати у нас тоже прописано это мы все убираем это нам не надо здесь хорошо давайте здесь шоу отлично далее что мы чем мы занимаемся дальше ребят дальше нам нужно сделать нужно нужно чё сделать ох сложно у меня нет опыта в написании библиотек поэтому я даже ну тяжело пока что сейчас понять как мы это все будем реализовывать вообще мы хотим чтобы это все создавалось да чтоб мы это создавали чтобы мы это создавали все насколько креет мы будем создавать да много много сейчас аргументов будем принимать сюда наверное будем принимать сюда объект до с аргументами как называется а settings да с настройками с какими-то или с properties неважно и потом мы будем создавать да то есть как создается креет элемент креет элемент gs какой креет элемент так как он создается так див нью контент а га 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 мы сейчас это все с вами на возьмем просто чтобы у нас было для примера значит смотрите создаем элемент дивку мы будем что создавать конкретно мы будем создавать у нас есть человек должен ввести место куда он хочет чтобы у него все это заходило он будет создавать rg native да вот таким образом rg натив и в нем будем все запихивать то есть он будет просто стать одну строчку мы в него что во-первых мы в него так кредит элемент div до делаем я просто не знаю то есть нам нужно как сделать контента мы контент туда как можем добавить create текст мы можем добавить допустим h1 дать проверим h1 я ни разу так ну то есть я вообще ни разу не работал давайте так сделаем и теперь сделаем куда это вставить да то есть мы к него вставляем вот этот дальше мы ищем куда мы это все дело будем добавлять get элемент баиде можно и дешник сделать ему это зачем нам будет класс класс прогнатив а ну вот он элемент и мы этот элемент сейчас просто здесь как-то или подожди нет но должен быть кто-то в рапер сначала да то есть надо быть rg main вот так вот а в него пусть с и дешником будет а в него можем все будем засовывать поэтому так возьмем может быть даже отдельно вынести меня не знаю зачем надо не надо не думаю надо мы иметь элемент то куда мы будем все это помещать по штамму у нас много разных дефекей шинов дальше мы что делаем мы в него то есть документ body insert before и не удив мы вставляем в current div то есть main элемент все да эту кашу мы убираем теперь получается если мы сейчас напишем с вами rg-notification и create он define да но при этом он должен был добавить до добавила смотрите добавилось но у нас не выполнился это просто текст просто текстом добавилось это create create текст нод insert тема так как здесь добавлять сейчас вот так можно до добавить получается нет append это вовнутрь да new content если я так сделал что получится у меня если так я просто закину ничего не получится да сейчас create div insert 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 html так а даже не просто так можем сделать new div можем так сделать вот так и где наши все это блячей обновляет а я не создаю ничего машины так бы заработал да ну короче не суть вот работает хорошо мы протестили все работает теперь нам сюда нужно сейчас вставим такие тернарные скобки и сюда все это будем кидать значит смотрите 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 мы берем наверное все будем брать да все будем брать и прошли будем это все описать по очереди берем сюда и вставляем значит смотрите пам-пам-пам-пам сюда немножко да да значит смотрите rg left здесь во-первых settings мы сейчас идем rg icon на сюда вставляем так вот так settings settings вопросик так чтобы не ругался с не будет этого property и вставляем сюда этот как называется icon мы напишем main icon вот так или или если его нибудь то мы вставляем просто вот эту историю все здесь закрыт закрываем хорошо идем дальше я это скопирую пожалуй да потому что это хороший пример мы можем здесь использовать новый ролик уже на канале так здесь нужно проверку прежде всего то есть если сейчас короче если ой не так мы не пишем тернарку написать settings settings у нас есть title то мы тогда это все дело сюда закидываем иначе ничего не закидываем я не помню тут наверно не получится написать просто и потому что и вот так вот потому что она ну потом выведет блин попробовать давайте попробуем ради сокращения так сказать так и здесь нужно конечно немножко подформатировать тут ведь вот так придется сделать плюс тут мы должны написать переменную плюс вот так white да значит здесь мы пишем color title да у нас есть title name title просто это да color title мы можем как бы сделать еще один объект то есть в тайтле мы будем описывать и color и его name то есть его текст или мы можем просто в принципе сделать я не знали можно просто color отдельно сделать color title типа это как-то будет некрасиво смотреться ну давайте давайте таки вот так сделаем title вот так тут сделаем проверку двойную title и текст да текст да текст вот так вот соответственно здесь мы вставляем да вот здесь будет вставляться поэтому сейчас по секундочку здесь title и color color или если color а нету да или по дефолту у нас будет белый ой по дефолту у нас он будет ничего да не будет или пустота значит дальше плюс здесь мы убираем он на сам прибавится и все будет красиво так так ставим далее здесь у нас новый ролик уже на канале это у нас будет значит еще раз ставим сюда сюда плюс плюс и и сюда мы вставляем сеттинг с title color и составим текст текст хорошо сохраняем все вроде бы удачно сохраняется у нас пойдем дальше rg-контент или все протестируем может протестим сначала давайте протестим короче сеттинг да нам нужен сеттингс блин сеттингс просто это муторно сейчас здесь прописать все эти сеттингс и затем как за виндоу сеттингс равно объекта куда и в нем что должно быть у нас title это тоже объект в котором есть текст типа подпишись на канал и и есть color допустим да либо он есть давайте сначала вариант есть white сохраняем так create шоу не туда класс листа не обнаруживает он так чё по create создался куда нибудь rg rg-натив undefined так здесь все создалось здесь undefined пошел у нас хорошо undefined div rg-натив rg-main хорошо rg-натив rg-left нам очень важна ваша обратная связь а что он не находит почему он не находит candidate property класс листов но а почему он не находит если rg-натив у нас есть rg-натив query selector или он вообще не найдет ну-ка документ query 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 selector query selector и rg 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 ну-ка нотив нашел нашел да и даже класс лист я думаю тоже получится класс лист это я думаю получится добавил типом а там rg шоу да прошу прощения rg шоу смотрите то есть там он не находит нас до rg да вот наш выехал прекрасный все поехала куда-то это нормально это нормальная история м и а и и и и немножко подвинусь здесь мне будет видно то я немножко уже подустал так час 30 тоже самый длинный ролик у нас получается так все таки что происходит почти у нас что-то как это кривотня получилось смотрите он берет settings title и вот этот ничего не понимаю это скобка это для чего он полчаса объединил это сюда хотя она нифига не объединяется давайте мы как сделаем угу сразу доставлять срг шоу чтоб было просто его видно ой крит хорошо уже лучше undefined да пишет под почему на файл потому что у нас дефон сейчас посмотрим undefined хотя сеттинге у нас есть до settings а подожди какой блин и сеттинг сеттинг с не передали с и тинкс так наложилось друг на друга давайте обновим хорошо подпишись на канал не появляется у нас не появляется мы сейчас проверим приходит ли нам вообще сеттинг с консоль лог сеттингс а потом проверим сеттинг сразу же вот это вот приходит нам или не приходит смотрим крит до приходит все все приходит он просто не отображает все приходит хорошо почему-то не отображает давайте подумаем почему не отображает сеттинг стоят л текстом то есть мне нравится проверка да вот это мне кажется мне кажется мне нравится проверка давайте мы заменим на вот так вот так вот так иначе вот так критим опять не отображается нет ему это все нравится это все нормально наверное нормально да опять же условно блин а в чем проблема в чем проблема то это текст сеттинг стоят л текст то есть я проверил и он есть но это не отображается так так сюда вы получается выводим почему-то не хочет отображаться или мы можем как нечистое плюсовать чтобы это все более удобно было давайте попробуем по-другому но не думаю что проблема в этом но все-таки можно сделать вот так потом вот так да к примеру и вот так допустим а здесь мы сейчас сделаем проверку нормальную то есть если сеттингс тайтл текст то мы вот эту историю выводим ее можно вывести нормально вот с помощью вот этой истории потом rg-title ой какая-то к короче мы кута дичь сделали сейчас пам парам папам сюда здесь мы только здесь закрываем так потом это мы убираем здесь мы делаем вот так вот так потом сюда да и обратно кавычку так надеюсь я здесь все нормально писал create опа подпишись на канал хорошо текст текст есть но а где наш замечательный все остальное rg-title white нам показался и в принципе все почему он поругался если мы все сделали красиво у нас все приплюсовывается он разве них он не может так приплюсоваться просто почему он ругается их теперь это все смотрится ага только так смотрится да плюс плюсовка же работает мы можем написать допустим 1 2 3 оп плюс 1 2 3 плюс до плюсовка работает ну все нормально складывается почему здесь не складывается так так это выпускаю с видом то это теперь мне нравится это проверка то что я прям здесь и и нативно делаю то есть условно если мы все это уберем допустим да и сделаем тупо вот так плюс до понятное дело ставим сделаем тупо вот так то будет работа до получается да то все будет прекрасно работа всему не нравится проверка почему проверка у нас пошла на возрасте возвращая дать что-то типа ретурнет ну разве она не должна разве это не нормально разве это не нормально не получас покрасит а как я хотел сделать это возвращаемся назад смотри или мы можем отдельно сделать да то есть еще блоки у нас вот различные и блоком вижу со вставлять чтобы просто в этом коде уже ну не париться особо можем сделать допустим конст title title и title html обязательно да что было понятно что что куда что зачем и этому все вставляем а потом просто это html сюда выводим красиво красиво и то что можно с этими делать но тут не будем тут мало очень так смотрим теперь можем детально посмотреть в чем проблема мы берем что-то это html и смотрим что ты нам показываешь create красиво and of об и не полностью показывать почему это ему не нравится да как то не понравилось смотрим сработало отлично же москопки просто поставить работает ли моя вот эта вот история если мы сейчас допустим вот так все это сделаем еще раз креет оп и в случае с вас не будет тайтла не будет тайтла у нас undefined вы видите да а если же мы делаем мою проверку которая была до этого то нормально все сработает и просто у нас будет пусто так креатив да поэтому видите ребят поэтому этот и она не всегда работает хорошо если мы там берем допустим color white то у нас я так понимаю будет до зелененьким хорошо часть уже сделали мы можем так просто разделять на куски и так будет нам гораздо проще все сделать конст 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 значит что дальше идет rg-content контент html равно месседы скопируем там никого цвета не будет просто будет контент контент об все тут ничего писать не надо здесь просто рем контент и тут опять же может быть не может не быть поэтому да все таки скопируем и будем делать проверку да если же у нас settings 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 так контент есть тогда мы делаем так вот так вот так или лучше вот вот так вот так назад и здесь просто мы вставляем вот наш собственно контент ставили хорошо что-то не ругаешься а забыл да вот так и просто доставляем да у нас идет дальше оп оп все красиво далее 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 у нас также есть батон который тоже сейчас будем проверять сейчас секунду отойду так ребят но мы продолжаем собственно смотрите что меня сразу подсветку потому что у нас уже хардкор пошел нужно красненько поставить я красную честно не поймаю там там только один канал и красном тяжело на между желтой короче не получается ладо очень такое поставим какую-нибудь все-таки фиолетовый розовый самый красивый потому что они прям красиво все показывает ух ребят честно говоря я прям устал я прям устал так опять же в light режим сейчас упаду так буду писать потому что я реально просто забодался у меня с проблем со спиной поэтому мне долго тяжело сидеть именно в ровном стуле у меня обычно стол разложен лежит и так далее короче у нас все красиво на самом деле получается и как бы ну это крутая библиотека будет это не то что ну как бы да это она простенько но прикольно прикольно получается хорошо мы значит делаем батон батон копируем батон делаем конст конст батон чтм и батон здесь на самом деле у нас батон и разные могут быть батон и разные могут быть как бы нам это все не усложнять я не знаю правда я не хочу делать много проверки хочу максимально быстро все это сделать не хочется много проверок то есть можно было да там отдельно youtube instagram там если youtube есть то и так далее но это просто геморрой на будет и я моя не задача написать сейчас максимально большую библиотеку я пишу максимально просто поэтому 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 мы как сделаем у нас будет сеттинг сеттинг с тинкс будет external external внешняя линка если он есть тогда мы делаем вот так вот так вот так и здесь но оставляем перейти также цвет кнопки да может быть еще другой цвет кнопки но цвет кнопки опять же зависеть будет я не знаю цвет кнопки цвет кнопки main icon у нас идет видите но опять же цвет да иконки мы тоже не обозначили никак так так сейчас ряд все таки отойду не могу спина болит реально до передохнуть немного так ребят ну чё продолжаем собственно так уже час сорок идет ролик так зачем с вами закончим батон началась есть батон баттона цвет будет и у баттона будет либо дабл батон либо не дабл баттон да сейчас мы можем в принципе оставить фрапер баттон почему бы нет да и в него то есть чтобы было проще мы можем сюда поместить а в него уже в зависимости от того сколько мы укажем кнопки тут нужно массив тогда да играться с массивом можно будет с помощью цикла вывести неограниченное количество кнопок мы этим заниматься конечно же не будем потому что это долго вот но мы с вами выведем просто вторую кнопку у нас будут две кнопки допустим да как-нибудь это можно покрасивее сделать да чтобы это все соответственно далее что мы делаем у нас есть такой значит external link и и давайте links внутри которых дать просто links внутри которых у нас будет сейчас link и link это у нас будет массив сразу идти да наверно массив в массиве будет да будет массив поэтому мы проверяем лэнд 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 ленф блин лэнд если больше нуля то мы отрисовываем да если там есть хоть какой-то элемент далее мы берем с этим с этим ошибка с этим угу сын дальше берем вот оклинку просто в тупую смотрите как мы делаем мы вот так делаем вот так links 0 и значит его по href. Соответственно здесь тоже href, link 1, дальше здесь у нас идет текст, здесь у нас еще и будет идти вот сюда color, color, animation у нас ставлены по дефолту. Хорошо, 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 хорошо. Что делать? Нам нужно проверять, есть ли у нас второй link. Поэтому мы это вырезаем и не хватает здесь, кстати, игры diva, закрывающегося diva. И здесь мы вставим просто второй button, second button, который мы пропишем здесь, const second button, опять же тоже html. Значит здесь, если settings, settings, link, links, первый элемент есть, то мы тогда вставляем вот это. Вот это, иначе ничего. Здесь же мы просто color, да, вот так, purple, в принципе, это мы убираем, button, target blank, вставляем сюда. Хорошо, здесь просто делаем button, buttons, да, будет правильно вам нужно в своем числе написать. Хорошо. И давайте сразу же мы, наверное, сделаем youtube thumbnails, потом будем исправить ошибку, которую у youtube. Давайте youtube thumbnail html. Такой подход мне нравится тем, что мы все выделяем в отдельные компоненты, как в том же реакте, допустим, да, и у нас все красиво получается. Так, здесь мы уже все вставили, да, соответственно, здесь мы просто идем сюда. Если у нас settings, settings, значит, есть youtube link. в принципе, там у нас что будет, тоже массив получается, да. Блин, это можем вывести с помощью мапа. youtube link. Опять же, проверяем просто length. мап. Должен быть больше нуля. И чем мы делаем? Тогда мы берем, наверное, settings. settings. oit link. map. map. Значит, здесь пишем item. Возвращаем вот так. Это будет обертка, понятное дело. Сейчас. Сейчас нужно более правильно все это сделать. Сейчас, ребят, секунду. const. youtube. videos. Вот так сделаем. И сюда мы уже этот мап будем делать, потому что здесь нужно, чтобы раппер был у нас. Сюда закидываем settings. Здесь мы оставляем только в раппер наш. Вот таким образом. Оп. Это мы забираем. А именно одну штучку нам много не нужно. И вот тут мы делаем таким образом. Просто закрываем. И вовнутрь мы уже кладем youtube videos. Вот это все закрываем. Хорошо. Делаем так. Так. Все отлично. Константа есть. Так. Здесь же мы тернарку опять делаем. Ой. Да. Тернарка вроде называется. Нет. Это называется обратные кавычки. Я не помню как они называются. Правильно. Все. И у нас просто будет обычная строка. Значит строка вот сюда. Делаем небольшое форматирование, чтобы более красиво это смотрелось. Здесь же кидаем сюда. У нас идет. Так. Item. . link. Ну или href. Да. Будет правильно, раз мы там уже href сделали. Значит сюда. Image. Так. Image. src. Да. То есть image src. Вот так сделаем. Хорошо. Так. Конст. Так. В чем проблема? Скобка, да? Закрыть. Да. Так. Смотрим. В чем мы так сделали. Мы сделали ссылку. В нее картинку положили. Взяли item. К item обратились. Что мы сделали неправильно? Реторним просто вот эту штуку. Здесь же мы просто его выводим. Да. То есть у нас вот идет. Где косяк? Конст. Где-то накосячил. Конст. Конст. В этом проблема? Давайте уберем. В этом даже, да, проблема? Понятно. А где проблема? Я ее не вижу. Я ее не вижу. Сеттингс. Давайте посмотрим, где она ругается. На двадцать седьмой строке. Тут что ли я не закрыл? А, я тут не закрыл баттены. Вот так. Все. Красиво. Теперь давайте смотреть. Значит, пробуем просто вот таким образом. Can't read property, двадцать пятая строчка. Все-таки линки нету. Мы проверяем. А почему read property, если мы проверяем? Если, то есть он есть, то сюда, если нет, то сюда. Так, давайте сейчас сюда посмотрим, что у нас там выдает на вот этот счет. Ничего не выдает, да? Просто не дает нам даже ошибку посмотреть. Ну, а что read property? Это же у нас идет как бы... Угу. 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 Можно было опять мапом здесь вывести просто и не париться, по большому счету. Угу. 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 Итак, сделаем и пробежимся, да, settings, link, map, дальше здесь мы закидываем вот эту историю, здесь мы просто пишем item href, здесь дальше тоже color, и вот это тоже самое. Значит buttons, second button, это мы убираем получается, но не надо. И здесь мы просто если, то мы, значит, buttons, иначе ничего. Так, map он не смотрит. Так, а. Угу. То есть она сразу инициализирует, ну окей, тогда мы это просто скопируем логику сюда. Тогда я не понимаю смысла нам вообще вот так можно сделать просто. А где наш враппер? или враппер мы оставили? Подожди, а враппер-то где? Враппер неожиданно кто-то пропал. А это печально, ребят. Так, скопируем сейчас и вернем назад. Где наш враппер? Вот он враппер. Див враппер button. Как бы на моду сэвить. Просто враппер-баттон через тире и все, да? Хорошо, вставляем обратно. Да, здесь про что я говорил. То есть здесь нужно тоже проверку все-таки оставить. Потому что нам нужно тогда вот так делать. Так, 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 так. И div class враппер-buttons, там buttons во множественном числе или в единственном числе. Сейчас проверим. Враппер-buttons. Хотя более верно buttons написать, ну не важно уже. Так, сюда оп-оп и вот так. Декларейт, понятно, что декларейт, потому что здесь будет просто buttons. 38 строчка readproperty. Это здесь уже, да? Ну, мы здесь добавляем такую же проверку абсолютно. Нам придется дублировать. Ну, ребят, все пишут изначально, скажем так, плохой код. Да, потом это уже дело можно будет адаптировать и так далее. Пока мы так. Да. Все, работает, заработал. Хорошо. Ошибки не выдают, это главное. Теперь мы попробуем, допустим, все наши сценарии. Какие у нас есть сценарии? Напомню, да? У нас есть первый сценарий. Это подписка на соцсети, подписка на соцсети, да? То есть это YouTube, Instagram. Второй сценарий – это у нас новое видео или новый пост. Туда же можно, да, скинуть, в принципе, новое видео на канале, к примеру, или новый пост. Ну, это я так дописываю уже, просто мы это не сделали, потом можно будет сделать как-нибудь. И третий сценарий – это просто текст с кнопкой. То есть это какой-нибудь опрос и так далее. Тестируем. Подписка на соцсети YouTube.inst. Мы что делаем? Нам для этого что нужно? Просто текст, да, color-wide делаем. Затем мы определяем сюда, значит, сюда мы определяем, какой атрибут. Нужно будет документацию еще небольшую написать. Ну, как документация? Громко звучит. Просто напишу комментарии, какие здесь должны быть параметры. Линки. Да, мы просто делаем линки. Links. А в links это у нас уже идет массив. В каждом массиве идет вот так вот. В каждой линке у нас идет link. Где-где-где-где? Угу. Вот, есть текст, href и color. href, текст и color. Color, вообще нужно по дефолту задать значение, значит, сейчас, допустим, сейчас сделаем http, я напишу, потом будем просто убирать youtube.com, да, допустим, slash c slash red group, по-моему, так пишется. Наш канал и цвет красный. Прошу прощения. Как там? rg red. Смотрим. Линка. Да. Появилось. Круто. Теперь мы попробуем сделать то же самое, допустим, да, но уже с инстаграмом. И мы с вами можем неограниченное количество ссылок кидать, потому что у нас это все с помощью цикла сделано. наша insta, да, insta, допустим. rg purple, purple. Нажимаем create. Все, создается. Шикарно. Какая-то запятая лишняя появилась. Что-то запятая такая интересная. А, но это потому что мы мапим в ванильном JavaScript. В React такого нету. А как это? Я не помню. remove, запятая, как по-английски, я забыл. Я забыл, как запятая. Блин, просто забыл, ребят. Сейчас посмотрим. Запятая. Да, coma, coma. Remove, coma, map, JavaScript. Это популярная проблема. У всех такое, на самом деле, встречается. Так, мы это закрываем. Это нам уже не требуется. Значит, как удалить? Так, в чем проблема? Он нам предлагает просто join сделать. Join. Я сомневаюсь, что это поможет. Хотя. Не, ну это лажа, ну понятное дело. Хорошо. Так. А, после мапы, join, увидел. Да, заработал, ребят, отлично. Такой лайфхак небольшой. Все. Кома нету. И, допустим, смотрите, мы хотим иконку поменять. Нам иконка не нравится. Мы идем, значит, сюда. У нас есть icon. Нам нужно еще ее цвет менять, к тому же. Должна полная кастомизация. Поэтому берем icon и выносим ее в отдельную историю. Икон. Напишем здесь, значит, icon. Значит, tml. Ну, можно main icon и так далее. Const main icon. tml. И тут еще спросим сам icon. Да. Тогда мы показываем, иначе мы не показываем. Но здесь показываем как. То есть, мы делаем вот так. Так. И вот так. Значит, дальше. Саму icon цепляем 100%. Да. Main icon. И тут вот такой icon. И также сюда же мы еще цепляем цвет. То есть. Сейчас. Оп. Так. И color. Вот что-то здесь случайно нажал буквально. Так. Так. Мне так красиво все оформить, чтобы лишнего не было. окей. И теперь, допустим… Так. Смотрим, что получилось. Ага. Какая-то получилось, потому что ушел блок. Почему он ушел? Если у нас по дефолту задан. Значит, icon.html. Не, подожди, я неправильно сделал. У нас icon всегда будет. Icon будет всегда. Это плохая проверка. Icon будет всегда. Но при этом, если что, такой icon. Тут color. Либо, если его нету, то… Или просто пустота. Отлично. Теперь давайте мы попробуем с вами… Задать. Custom icon. Main. Icon. Допустим, да. И сначала зададим саму icon. Какую мы можем задать icon? Давайте посмотрим. Для ютуба нам какой-нибудь play нужен, да? Play. Play, play, play. Вот он, play. Прям так его, наверное, и напишем, да? Копируем. Значит, color. Я, допустим, думаю… Какой color мы можем сделать? rg red, да? А, ну, запятую нужно дать сделать. Так, красный мы и задали, скорее всего, да? Да, rg red есть, просто мы у нас не разукрашиваем никак. Я предлагаю сделать классы более такими расширенными. То есть, смотрите, где у нас там был rg red. Здесь-то понятно, да? Здесь все понятно. А, у нас в одном есть, да? rg red, только button. Хорошо. Хорошо. Я предлагаю еще отдельно цвета сделать. rg red. То есть, здесь, надеюсь, у нас не будет никак перекликаться. Главное, чтобы не перекликалось никак. Так. Сейчас проверим. Color. Color. Red. Так, здесь у нас purple и green. Таким образом. Да, видите, все работает. Также еще сделаем белый. rg white. И черный, если нам пригодится, я не знаю для чего. Black. White. Только здесь просто, да? И black пусть будет единички. Как-то так, наверное, да, ребят? Давайте теперь сюда перейдем. rg red. Допустим, rg там. Purple, да, хочу. Purple. Или здесь бы, наверное, неплохо белый просто смотрелся. Оп. Все, да? Ну, здесь лучше белый, да? rg white. Да. Белый, вот, смотрится лучше. Хотя, может быть, даже черный. Смотрите. Black. Так, не знаю. Что-то мне когда уже зеленый, по-моему, приглянулся больше. Хорошо. Что будет, если мы уберем, допустим, да? Убираем параметр. Оп. Все равно создается, да? Убираем параметр этот. Все равно создается. То есть, у нас максимальное приложение оно, точнее, библиотека получается такая, что мы, чтобы не убирали, у нас везде стоят проверки и ничего страшного не произойдет. Это круто. Новый вид на канале или новый пост. Далее. Текст с кнопкой. Просто текст с кнопкой. Как нам сделать? Значит, это мы убираем. Текст с кнопкой это мы тоже убираем. И вот это мы тоже убираем. Нет. А мы одну, да? Можем оставить линку. Допустим, у него цвет не будем задавать. Текст. И это да. И, допустим, у кого-нибудь контент, да, пропишем. А я его, по-моему, комментировал или у кого-то пропал. Тут будет текст. Запятую забыли поставить в объекте, обязательно ставим. Вот, пожалуйста, текст и кнопка. Как мы с вами хотели. Да, немножко должно быть побольше, но я сейчас просто текст маленький написал. Можно, допустим, сюда добавить. Вот. А что ты? Он как-то так. Оп. Да, видите, теперь текста много. Ну, один лишний, это вы уже сами там подредактируете. Все. Красота. Да, то, что я хотел. Далее. И... Ну, видео на канале или новый пост мы еще не показали вам. Я вам не показал. Так. Мы делаем тайтл. Тот же, да. Допустим. Допустим, сейчас новый ролик на канале. Здесь нам это все уже не надо больше. Дальше. Комментируем. И у нас есть теперь YouTube. YouTube. Linux. Так он называется, да? Да, почему здесь? Линкс. Это же большое. Так. Здесь дальше. Опять же, это открываем. Опять же, это у нас есть href. То есть, сама ссылка. Ссылка. Ссылка на YouTube ролик. Давайте какой-нибудь. Посмотрим сейчас. Копируем, да, допустим. И вставляем. И, допустим, сделаем здесь. Что там у нас еще было? Image, да? Image. Да. SRC. Сюда мы вставляем картинку. Путь. Значит, у нас идет Image. И вот это сюда. Так. Дублируем. И другую картинку. Так. Смотрим, что у нас получается. Да. Все прекрасно работает. Можно поменять также иконочку. Все прекрасно работает. Причем нажимаем. И вот наш ролик откроется сейчас. Да. Ролик за работу. Вот такая у нас библиотечка, ребята, получилась. Ну, что, как вам? Я, наверное, оставлю вот таким образом. Да. То есть, вы здесь можете раскомментировать потом и указать, значит, что-то свое, что-то для себя. Вот. Я же, в свою очередь, выложу весь этот архив. Я не буду никак запариваться там выкладывать на npm и так далее. Потому что, ну, просто нет на это времени. Я делаю для подписчиков, для своих. Вот. И в целом, наверное, все. Да. Библиотека готова. Значит, смотрите следующий ролик. У меня будет ролик, значит, на тему я буду делать всплывающие комментарии. То есть, сделать комментарии, которые будут всплывать через какой-то тайм-аут. Соответственно, мы можем как сделать. Я в этом ролике не буду сейчас реализовывать тайм-аут, да, чтобы он появлялся автоматически. А, мы не сделали еще скрытие по кнопке, да. Я вам обещал это сделать. К сожалению, мы это не успели, ребят, сделать. Ну, собственно, если у вас будут вопросы, напишите. Короче, я сейчас вам покажу, как это делается. Ладно, давайте все-таки уже покажу. Мы сюда просто добавляем div class close. Сейчас rg close. Сюда, 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 сюда. Похорошему здесь какую-нибудь иконочку вставить красивенькую. И класс. У нас для этого есть красивая библиотека, кстати говоря. Так. Прям x можно написать. Да, вот, close. Таким образом сделаем. Угу. Нормально. Так. И видите, у нас нет проверки, да, он у нас create его. Хотя у нас нет параметров нормальных. У нас пустой settings. Поэтому он не должен create. Ну, это уже такое, знаете, это уже мелочи. Я не буду все делать проверки. Если, опять же, ролик много наберет. Давайте так поставим планку, я не знаю, 50 лайков. 50 лайков. Я думаю, спокойно наберет такой ролик. Он прям крутой получился. То я доделаю это приложение и сделаю здесь некоторые моменты еще. Значит, смотрите, здесь делаем кнопку. Потом просто для нее прописываем свойства. То есть мы пишем. Значит. Документ. Квери. Я для новичков показываю сейчас. Потому что здесь, в принципе, local storage ничего сложного нету. Ну, просто. Add. Мы можем как сделать. Close. Элем. Add event listener. Event listener. Значит, клик. Насколько я помню, да. Пишется так. И что там. Callback вешаем или как. По-моему, так, да. И мы делаем что. Local storage. Local storage. Set. Item. Допустим. Нотив. True. Ой, то есть false. Смотрим. Может, его нет по дефолту. Подождите. Если. Close. Элем. Вот так. Так. Создаем. Есть крестик, да. У нас. Мы можем по-разному там сделать. Отдвинуть его сюда. Ну, давайте сейчас это сделаем. Потому что. Сейчас так. Просто базу сейчас коснемся. Угу. Так. И кнопки еще, допустим, добавим. Так. Так. Вот, и давайте мы сейчас быстренько отнесем туда, куда нам надо. Так, them, куда я перешел, не туда, значит, сейчас я пытаюсь найти, как там у нас называется он, я не помню, я его делал, этот блок вообще в целом, органатив, position fix, да, он у нас идет, position absolute, 2 пикселя, write, 2 пикселя, курсор, pointer, вот такую сделаю, маленькую буквально, write, 4 пикселя, вы потом со стилями можете поиграться, то есть я сейчас просто опять же не хочу на это время много тратить, вот, и давайте еще сделаем для этого, значит, для, тут сделаем padding write буквально там 10 пикселей, чтобы просто было более комфортно, ой, тут нужно не 10 пикселей, а сколько у нас идет padding, 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 по 15, мы сделаем по 25 пикселей именно справа, вот, чтобы у нас крестик был как бы вот так, все, и он кликается, хорошо, то есть мы когда его кликаем, у нас должен записываться, значит, local storage, memory, application, local storage, у нас пустой, нажимаем, не вешается событие, да, потому что оно должно повеситься именно в момент, когда у нас это все сделалось, да, поэтому мы как сделаем, мы делаем вот так, вот так, и здесь insert before, вот сюда мы это все дело потом вешаем, по идее должно получиться, так, так, да, то есть мы сначала создаем все это, потом вешаем, далее, если у нас, проверяем сейчас, смотрите, теперь вначале мы вот тут, где мы это все делаем, create, мы проверяем, у нас есть константа, check, ls, local storage, да, мы берем local storage, local storage, потом делаем getItem, получаем отсюда native, native, давайте посмотрим в консоли, как он выглядит, check, ls, проверяем, да, так, да, у нас false, false получили, я предлагаю его обернуть в boolean, то есть, boolean, по-моему, так он делается, да, только с большой буквы, по-моему, boolean, я не уверен, по-моему, ну-ка, сейчас еще раз, да, boolean обернули, true, то есть, почему true, если вам false показ, почему true, давайте переведем вот так, так, подожди, false, true, прикольно, он придумал, так, ребят, давайте вот так, наверное, сделаем тогда, короче, если, давайте так, если он вообще существует, то есть, если его нету, тогда мы это все делаем, мы можем ретурн, да, сделать, просто если он есть, чтобы это все ретурн, просто ретурнем, все, по идее ничего работать не будет, все, смотрите, оп, ничего не создается, почему, потому что у нас, мы его скрыли, теперь давайте мы очистим local storage, delete, нажимаем теперь, еще раз, показать, показываться, да, больше не хотим убить никогда, закрываем, так, теперь нужно, чтобы при клике оно так же и закрывалось еще, сейчас, чтобы скрывался сам блок, как мы это можем сделать, можем это сделать с помощью RG Notification, или можем this, здесь на this не работает или работает, я просто не в курсе, так, this, ну, вряд ли он здесь будет работать, или сработает, давайте попробуем, так, чистим, он у нас сейчас не появится, поэтому очистим, нет, никакого у нас, значит, а, или работает, can't read property class list of null, то есть, он его не находит, doc.inquiry.select, ну, я понял, 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 понял. Мы так делаем, короче, и передадим в него прям элемент, да, можем уже элемент в него прям передать, а элемент, мы возьмем откуда, правильно, мы элемент возьмем вот отсюда, enter before, main element, вот он, вот, new div, еще раз, не хочет у нас чистится, не хочет у нас чистится. не хочет он нас чистится, Сейчас так проверим Да, закрылся он у нас отлично И больше у нас никогда не появится Все, то есть тут надо поработать Еще эти методы не будут работать Потому что у нас создается элемент здесь И как бы оно их не находит Оно вот так вот их не найдет Потому что элементы еще не было созданы Как-то вот так, ребят Поэтому он работать не будет Вот, вот такой мощный ролик получился Я считаю, что он максимально мощный За последние вообще ролики, которые у меня были Здесь есть подробности у вас будут все здесь То есть какие, что вы можете посмотреть код И так далее, изучить, поковыряться, что-то попробовать Мне кажется, получилось достаточно неплохо Да, давайте сейчас я это все обратно покажу вам Чтобы вы понимали, как оно Оп Вот, вот так как-то вышло, ребят Как-то вот так вышло Ролик получился 2 часа 20 минут Я таких роликов 100 лет уже не писал, ребят С вами был Макс, канал Red Group Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Пишите свои комментарии Набираем 50 лайков И я снимаю вторую часть Если наберем 50 лайков Не наберем, просто переходите по ссылочке в описании Скачивайте в хранилище Нужно просто зарегистрироваться Или авторизоваться, если вы уже зарегали на нашем сайте Уставшие Все, с вами был Макс, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok